Сегодня обычный семинар по текущей ситуации на рынке. Больше всего мы сегодня будем говорить, наверное, о нефти. На ней очень много было за последнее время сигналов. Мы о них говорили. Кстати, поставьте плюсы, если слышно. Мы о них говорили. Все они очень даже неплохо реализуются. Даже если взять сегодняшнюю аналитику, я буквально рано утром написал на сайте Admiral Market, была опубликована в разделе «Аналитика». Коротенькие такие, даже не статьи с натяжкой, можно сказать, статьями. Коротенькие заметки. И как раз речь шла о том, что, возможно, медведи сделают маленькую паузу. На рынок снова пришли быки. Давайте с нефти начнем. Сначала я представлюсь, я вижу много новых лиц, новых людей, новые имена. Не уверен, по-моему, Солдаткин Николя сегодня впервые. И тут еще были люди, вот, скажем, Феликс Тимофеев, наверное, в первый раз у нас на вебинаре, у меня на вебинаре. Я не уверен, мне кажется, что это новые люди. Всех приветствую. Представлюсь. Я Фред, трейдер, управляющий активами на рынке уже очень-очень давно. Собственно, ничего другого в жизни я не умею и не хочу этим заниматься. Рынок – это мое все. Управляю клиентским портфелем, веду вебинары, пишу статьи. И вот с недавних пор еще не начал, но вот уже совсем на старте проект. Буду еще и трейдингой, и тревел-блогером. Курс организован, вебинар организован Адмирал Маркетс. Вы это знаете из меня. Офис в Лондоне, офис в Сталине. Ну, вообще офисов много по всему миру. Это два основных. И вот контакты, куда вы можете все писать, тоже вы из меня знаете. Единственное, я прошу посылать интересные темы для вебинаров. Все, что вам интересно, интересно и мне. Все, что вам полезно и вы хотите знать, обязательно я разберу. Даже если мне эта тема не совсем нова, я обязательно разберу, чтобы мы в четверг, в один из четвергов, могли об этом поговорить. У нас на 29 число будет вебинар по фьючерсам и энергоресурсы. Там не только нефть. Нефть, газ, хитинг, ойл, несколько инструментов, которые торгуются на биржах. Мы о них поговорим. Кто такие large traders, вот этот COT-отчет. В общем, разберем, даже не разбирать нам не будем сильно, потому что это отдельная тема. Мы поговорим о хеджерах, как они хеджируются, для чего вообще нужны эти рынки энергоресурсов. Чтобы вы еще один аспект видели, понимали, чувствовали на рынке фьючерсов, на хотя бы нефть или газ. Еще одним аспектом является хеджирование, а не просто спекуляции. Ну и, конечно же, предупреждение о рисках. Без него никуда. Все вы понимаете, что торговля с leverage, с плечом, влечет за собой риски. Так, что здесь евро и USD? Тут у нас вопрос. Мы дойдем и до евро и USD. Итак, да, вперед. Я начну с нефти все-таки. Что тут происходит у нас на рынке? Я уже даже на часовые графики ушел в коем-то веке. Торгую, даже не торгую, смотрю на часовые графики. Ниже дейли я редко уходил, а вот заметил, что в последнее время все больше меня вовнует. H1, слава богу, ниже я не ухожу, H1 и H4 графики. Почему так происходит? Потому что мы находимся, волна ли назвать стадию или период ли коррекции, скорее всего. А вот у нас дейли, да, эти линии, конечно, нам мешают. Уже нет времени их убирать с дейли. Но все вы знаете, что их можно убрать с дейли и оставить только на часовых и четырехчасовых. Поэтому не будем на это тратить время. Переключусь обратно на часовой. Все мы знаем, что у нас была разворотная фигура голова и плечи. То есть вот это недоразумение, эта коррекция, которая случилась в большей степени из-за ОПЕК. Повторим уроки истории. Большей частью из-за ОПЕК случилось это недоразумение. Рынок надеялся, ожидал, странно, конечно, что он это ожидал. Ожидал, что ОПЕК что-то сделает из ряда вон выходящее. Экстра, то, что не в его силах. Но вот случилось то, что должно было случиться. ОПЕК не смог ничего сделать такого, чтобы успокоило рынки. Было понятно, что кроме квот ничего нет. Они повысили, оставили квоты. На повышение у них не хватило бы голосов. И немного поколебавшись, в районе 51, еле до 51.50 дошел рынок. Все упало. Небольшой отскок обычно бывает, потому что для такого сильного пробоя ухода вниз нужны достаточно сильные факторы, драйверы. Драйверов на тот момент не было. Нарисовалось второе плечо. И тот рынок понял, что как раз вырисовывается классическая схема разворотная. Благо она разворотная от уже коррекции. Я не волновик, поэтому не в волнах буду все это расписывать. Ну и дальше пошло-поехало, вы все знаете. Уровень пробиваем, тестируем. Один раз, если повезет, два раза. Падаем, еще раз разворачиваемся, пытаемся зайти. Ну вот почему-то тут линия исчезла. Пытаемся зайти. Еще один уровень. Что ж такое? Еще один уровень вырисовывается. Вот он. Чуть ли не пункт в пункт. Никто не может здесь жаловаться на ложные пробои. Просто их здесь не было даже. Опять вниз. Еще одна попытка уйти вниз. Уже вот этот уровень, который до этого служил поддержкой. Пункт в пункт. Я не называю пунктом, допустим, последний знак. Скажем, 20-30 центов может быть погрешенность. Это вообще ничто. На 0,1 лоте это 20-30 долларов. На 0,1 лоте, конечно, больше. Ну и так далее. Теперь вырисовывается вот такая картина. Похоже, что рынок не готов прям вот на ровном месте уходить. И сейчас давать новый. Почему он не расширяется? Давайте я вот так сделаю плюсик. Не готов так быстро уходить на новые минимумы. Почему? Два раза подряд мы получили запасы не самые лучшие. Ай, картинки нет. Я аж не включил. Да, сейчас, сейчас, сейчас. Ничего. Повторим еще раз. Тут же опять та же проблема в маках. Он сейчас меня спросит, закачает там что-то, драйвер установить. Да, я извиняюсь, сейчас мы еще раз все это пройдем. Установить плагин. Я устанавливаю вот сюда, нажимаю. Окей. Еще раз он меня спрашивает. Сейчас все запущу. Так, окей. Открыть. Нажимаем сюда. Разрешить. И, наконец, должен появиться экран. В частности, мета-трейдер. Подскажите мне, все ли видно. А то я говорю, хорошо, что я посмотрел в чат. Ну вот, кто-то у нас опоздал. Как раз заодно начнем. Видно же было, да, мне кажется, мета-трейдер. Да, отлично. Да, я о том говорил, что у нас вот такая протестировалась фигура голова и плечи. Недоразумение заключалось в том, что была коррекция. Ее не должно было быть. Ну, в каком смысле, я, конечно, шучу. Не должно было быть. Рынок-то всегда прав. В том смысле, что неожиданности не преподнес нам рынок. Капец, ничего нового не сделал. Разрисовали вот эту фигуру, коррекцию, упали. Каждый раз тестировали уровень, падали, тестировали уровень, падали. Просто классика. Лучше я ничего не видел давно. Ни на одной валютной паре в последнее время такого не было. Ни на одном индексе. Просто классика, идеально пункт в пункт все работает. А теперь, что происходит сейчас? Вы скажете, да, историю, конечно, хорошо показывать. Но если бы вы посещали вебинары все время, или те, кто посещает, помнят, что я об этом и говорил. И каждый раз на коррекции советовал продавать. Тут все в записи остается. Так вот, что делать сейчас? Мне кажется, два раза выход двух запасов подряд не очень хороших. В том смысле, что запасы падали. Хоть и не убеждал рынки каждый раз, потому что они падали на 2 миллиона с копейками, 1 600 000, это не очень много. Для такого сорвиголова медвежьего рынка, когда все медведи, все валятся, только дай повод рынку, и они уйдут на новый минимум, показывать снижение запасов на какие-то копеечные уровни, ну, буквально копеечные, 1 600 000 баррелей за целую неделю, да. А это немного. Поэтому они рынок не убедили. Рынок уходил на новый минимум, потому что это мало. Но все же это снижение. Еще почему не убеждался рынок в том, что это хорошо? Потому что сезон у нас как раз роста потребления. И на росте потребления, на снижении со стороны ОПЕК, на массе факторов, которые вроде бы должны отнять с рынка нефть, миллионов 5 за неделю, происходит такое небольшое снижение. Вот это, кстати, чисто медвежий фактор. И тем не менее, 3-4 раза подряд снижение, это уже достаточно серьезно. Это как одно серьезное снижение на 5-6 миллионов. Так вот, рынок насторожился. Тут помогла слабость доллара. Технические факторы. Обратите внимание, мы в таком канале падали, падали, падали. Видите, как четко все время отрабатываем. С небольшими грязными пробоями. И, наконец, пробили. Ночью, я думал, интересно, позавчера, ночью думал, интересно, мы как протестируем нижний канал. Сейчас я увеличу немножко. Протестируем или сразу идем? Все-таки, похоже, что медвежий рынок надо протестировать. Как-то силы будут неравны. Действительно протестировали. Причем сделали это в таком вот восходящем коррекционном канале. И они будут называть волнами сильный пробой вниз. Сразу же откупили. Ну и дальше мы ушли. И теперь можно это назвать полноценной коррекцией. Ближайший уровень, откуда я бы начинал продавать, это 45. Но делал бы я это нигде попало. Делал бы я это на хороших драйверах. Например, завтра. Завтра в 17.30, как обычно, среда. Выходит, что у нас? Кто торгует нефтью, знает. Выходят у нас запасы по нефти в США, коммерческие запасы. Звук у всех есть. Да, вот вы, кто мне писал вопрос. Феликс, спросите у людей, они вам скажут, где можно что проверить. У нас сейчас времени нет, я бы тоже подсказал. Так что у всех звук есть. Иначе бы мне все писали об этом. Так вот, завтра в 17.30. Хороший повод на запасах. Если запасы выходят с снижением, опять же небольшим. Рынок сейчас ждет 2 миллиона. Давайте на сайте Адмирала проверим. Кстати, не все порталы пишут именно прогноз по запасам нефти. Вот, ой, я не то включил, извиняюсь. Вот он, Адмирал Маркетс. Не все порталы показывают прогноз по запасам. А в Адмирале хорошо, что это есть. Часто заходишь в какие-то календари и бесит, что нефть только предыдущие цифры. А что ждет рынок, каких данных ждет рынок, этого нет. Так, давайте сделаем понедельник. Да, у нас было пятница. Пускай будут все страны. Ну, основные страны я уже здесь выделил. Применить фильтр. Сейчас мы вернемся к календарю. Давайте сразу с нефтью закончим. Вот 17.30 запасы сырой нефти от EIA. Энергетический институт, так называемый. В прошлый раз было минус 2.4. Шрифт, к сожалению, невозможно изменить. В прошлый раз было 2.45. Почти 2.5 миллиона баррель снижения. В этот раз ждут 2.3 снижения. Вот если в этом районе мы снизимся или меньше 2, то это все равно медвежий фактор. И вот этот вот всплеск, который возможно будет, рынки любят просто доводить до каких-то логических уровней. Мы все-таки добьем 45. Я бы с небольшим стопом протестировал оттуда игру на понижение. Очень хороший уровень. Во-первых, круглый уровень. Во-вторых, вот здесь хороший разворот. Два раза не могли пробить. Наконец пробили, развернулись, попытались зайти. Ну и от минимума на 3 доллара, на целых 3 доллара рост. Хороший уровень зайти в сел. Небольшим стопом. Но я бы даже не ставил прям такой фиксированный стоп. Держал бы его в уме. Конечно, очень плохой совет для трейдеров не ставить фиксированный стоп, а держать его в уме. В любой книге написано, что так делать нельзя. Да, согласен, нельзя. Но знаете, вот тут у нас были уже случаи. Вот такие вот шипы, пробои. Против таких случаев я бы держал в уме, что где-то здесь я закроюсь. Если мы закрепимся выше 45 и несколько часов будем колебаться, я уже закроюсь, выйду, скажу, я не прав. Так что в районе 45 продаем. А если запасы выйдут с сильным снижением, 3 миллиона с чем-то, 4-5 и выше, то, наверное, все-таки это уже будет бычий сигнал. Не стоит торопиться с продажами. Переждем, посмотрим, что будет. Ну и не надо вам говорить, что рост запасов это самый будет медвежий сигнал. Я не знаю даже, что нужно рынку, чтобы его остановили, кто его должен держать за руки, за ноги, чтобы он не рухнул очень сильно, там, вплоть до 40. Вот я удивлюсь, если рынок на росте запасов, там, 3-4 миллиона удержался и не упал очень сильно. Так, у вас тут вопросы, да, я вижу. Экран не видно, вы писали. Хорошо, уже видно, нет графика, надеюсь, все нормально и график виден. Так, идем дальше. Значит, вот, мы тут озвучили, мы тут озвучили уровни, 45 хороший уровень для продаж, если запасы нас не сильно подводят в этом смысле. Ну и стопы, вот кто как поставит. Только потом не ругайте меня за стопы. Я сам не любитель ставить фиксированные стопы, наблюдать, как они срабатывают. Все-таки для меня стоп это такое менее фиксированное что-то, да, он где-то должен быть. На запасах нас может унести даже на 46, но я вручную лучше закроюсь. Опыт показывает, что все-таки это можно сделать. Или же, если мы совсем близко находимся к 45, буквально за несколько минут, там, за час до выхода запасов, тогда да, ставьте уж чуть выше, но все-таки ставьте. Потому что раз уж мы столько времени, такой длинный путь проделали, дошли до того уровня барьера, откуда мы можем улететь или вверх, или вниз, стоит, конечно, ограничить свои риски. А при всех прочих равных я бы просто в голове держал, что чуть выше 45 я закроюсь вручную. Да и зайду я чуть ниже 45. Так что мои потери, по идее, должны быть небольшие на этом стопе. Ну и следующий уровень 46,60, 46,50. Еще одна остановочка, откуда я уже такой двойной медведь. Дальше 47, 48. Еще один медведь во мне включится. Но все же, все же медведь. Ну учтите, что время сейчас немножко немедвежье. Может начаться лето, сезон, автомобильный сезон. Я не помню, когда он в последний раз сильно влиял на рост цен на нефть, да, чтобы прям вот, ну вы знаете, автомобильный сезон начинается с праздника и заканчивается праздником. Первый праздник это Labor Day в мае, начало автомобильного сезона. То есть в то время, когда американцы начинают больше ездить, потреблять больше бензина. Думаю, через 10 лет это будет смешная фраза. Что значит автомобильный сезон и потреблять бензин? Вы с ума сошли, все на Теслах, все на электромобилях ездят, да. Я рад буду, если такое время настанет через 10 лет. Но вот, а пока автомобильный сезон все-таки ассоциируется, время путешествий американцев, а запасы нефти у нас по Америке ассоциируются именно с повышенным потреблением, ну как минимум бензина. Ну и плюс, есть, да, жаркое лето никто не отменял, высокое потребление энергии. Даже в Саудовской Аравии потребление летом сильно растет из-за того, что кондиционер отключает. И очень большой спрос на всякое топительное топливо, продукты, нефти, то, что делают из нефти. Неважно, чем топят, в общем, энергоресурсы. Окей. Но это нужно в голове держать. Ну посмотрим, запасы все учитывают, запасы все нам покажут, что происходит на рынке. Это была нефть. Так, окей. У нас Алекс спрашивал, сейчас, Алекс спрашивал у меня в личном чате, сейчас я вернусь, где он у меня спрашивал. Да, что с Евро-ЮСД происходит? Алекс, хороший вопрос. В каком смысле хороший вопрос? В том, что я сам готов найти, если вы найдете человека, который скажет мне, что происходит сейчас с Евро-ЮСД, вот сейчас, не месяц-два назад, тогда я более-менее понимал, что происходит. Ты говорил все это на вебинарах, что происходит у нас следующее, рынки, со слов Драги, какие-то намеки его поняли, расшифровали, он какой-то месседж якобы послал, где-то там в апреле. Рынки ощутили маломальскую возможность, вероятность роста ставок в еврозоне в каком-то будущем отдаленном. Они решили, что до окончания мер количественного смягчения это может произойти. Но сейчас-то такого фактора нет. Последнее заседание ЕЦБ, последнее выступление Драги мне показалось настолько голубиным, да, мы говорим, то есть что такое голубиным, это те, кто на снижение ставок ставят. Ястребы, соответственно, в Центральном банке это те, кто ждут повышения или хотят его и голосуют за повышение. Ну, то есть сами настроены и повышать ставки, и вообще видеть в экономике высокие ставки. Или же наоборот, когда все понижают, они за сохранение, это тоже ястребы. Ну, то есть вверх, скорее вверх, чем вниз. Так вот, Драги нам дал такой четкий сигнал на такой голубиный рынок, что, как он сказал, ставки длительное время будут еще низкими. Разговоров о том, чтобы поднимать ставки до окончания мер количественного смягчения не было ни на этом заседании, ни на прошлом. Ну, еще масса слов, которые лично меня убедили в том, что ждать сюрпризов от Драги, от ЕЦБ не стоит. Поэтому, какого черта растет евро, да, если вы меня спросите, я скажу, что вам не знаю, почему он растет. Возможно, эта слабость доллара такой накопившийся эффект имеет, накопившийся эффект слабости, так скажем, политики Дональда Трампа. Какие-то такие сомнения, все-таки по чуть-чуть все накапливается, да. Кстати, помните, я не считаю себя даже ни разу политологом, ни разу не считаю человека, разбирающегося во всех этих внешнеполитических и геополитических делах. Но в день избрания Трампа, в день, когда все кричали «Ура, Трамп, Трамп, Трамп!» Наконец-то, правда, победила, бла-бла-бла. Я ей сказал, что никогда еще популисты ни в Белом Доме, ни в других резиденциях президентов, никогда им еще не были рады рынки. Никогда еще не было так, чтобы популист пришел, сказал, увидел, сделал, победил. Нет, без дела, пришел, увидел, победил. Так не было, к сожалению, популизм победил, такое мы уже видели, бла-бла-бла. Ну вот, я говорил. Возможно, рынок потихонечку приходит в себя, такое одурманивание прошло, как это назвать, эйфория такая прошла, потихонечку рынок начинает дисконтировать каждый момент, каждый фактор, мелкий фактор. Ну и Виталикс пишет, что потенциал на процентной ставке в пользу доллара, а евро растет. Заговор маркетов против законов финансовой инженерии. А, я думал, какой-то слух на рынке гуляет. Ну, окей, учтите только такую вещь. Если все в цене, если мы все учли, если мы все предположили и знаем, всеми данными владеем, действительно ЕЦБ так сказал, действительно Драги, как я вот только что вам говорил, именно на это намекал, возможно, там интерпретация неверная, моя или рынка интерпретация. Если все именно так, то, по идее, не должны рынки оставаться иррациональными так долго, потому что ставки – это номер один фактор для соотношения валют. Ставки – это самое важное, что сейчас именно работает на рынке. Скажем, года два назад никто бы о ставках не говорил, в начале 2015-го, в 2014-м году ставки были неактуальны. А сейчас это уже показало свою работу, это уже работает. Так что, да, я скажу вот такое, резюмирую. Я сам не знаю, почему евро продолжает расти, он начал расти, все было очень даже понятно, очень даже логично, но, come on, уже 1.13, на 1.14 мы должны вроде даже остановиться где-то, обратите внимание, на weekly, наверное, вы видите, график сейчас в мета-трейдере, на weekly, в недельном графике, да, видите, есть вот такой вот нисходящий, небольшой такой канал, это соединение двух вершин, пиков, 16-го года, 15-го года, так что если мы до него дойдем, приблизимся, коснемся его, ну, может быть, где-то там можно потихонечку переворачиваться или вставать на селл евро. Я уверен, что если вас этот вопрос интересует, значит, часть из вас уже перевернулись, уже шортят евро против доллара. Ну, что я могу сказать? Кто ставил стоп-лосс, наверное, даже где-то вылетел, может, и правильно сделал, рост продолжается. Просто выйти, что я в такие моменты делаю, я говорю, я не прав, выхожу. Давайте две минуты я посвящу психологии, вот эта черта очень даже неплохо мне помогает сейчас. Вот возьмите биткоин, вы знаете, эйфория, вот тут есть представители разных стран, да, резиденты, те, кто живет в разных странах, да. Кстати, напишите, Украина, Россия, я знаю, есть, Латвия точно есть, Литва, возможно, есть, ну, и Эстония, само собой, тоже. Есть ли еще какие-либо страны? Было бы интересно узнать. Так вот, в России недели две назад слово биткоин в поисковике было номер три. Вот после Трампа, там Путин, еще какие-то политические, чисто российские, интересующие, достаточно большую, широкую массу людей процессы, после них на третьем месте было биткоин-слово. Вот такая эйфория. Так вот, я не лезу в это, потому что во мне уже рынок воспитал такое ощущение. Немножко я скептик по биткоину, вот именно в том смысле, почему цена растет, такие пузыри, каждый второй хочет майнить дома. Да, вы видели цены на акции NVIDIA, вы видели, как видеокарту сейчас днем с огнем не сыскать. Если вы хотите хорошую видеокарту купить, то, скорее всего, придете в ближайший магазин. В России, даже в Латвии мне вот писал, кто у нас в чате сидит. В общем, кстати, вот у нас есть общий трейдерский чат. Многим, наверное, будет интересно. Добавляйтесь мне ко мне в Skype, и я вас добавлю в общий чат. Это не чат адмирала, не Skype-чат адмирала. Это чисто, кто мне постоянно пишет, те, кто хочет учиться. Не совсем профессионально трейдерский, но и не для новичков. Skype-чат адмирала для новичков. Добавляйте ко мне, я вас добавлю в этот чат, если вы хотите. Конечно, пока у нас там человек 10-11, вместо есть. Так вот, когда всеобщая эйфория по биткоину, а я скептик, есть две версии войти в это дело. Вокруг меня, если бы вы знали, сколько людей этим биткоином занимается. Мы даже здесь, в Эстонии, в октябре организуем конференцию по биткоину. Я как инициатор, но потому что мне это интересно, не потому что я в биткоине что-то разбираюсь, я даже не разбираюсь. С одной стороны, я мог бы давным-давно с каким-нибудь из друзей, партнеров, знакомых, что-нибудь замутить и войти. Я этого не делаю, потому что я в этом не разбираюсь. С другой стороны, я скептик немножко, и давным-давно уже шортил бы, стал бы против толку, но я и этого не делаю, потому что не хочу, во-первых, против ветра вставать, и, во-вторых, я в этом не разбираюсь, основная причина. Так вот, мне нравится, что я стою вне. Я наблюдаю за всем этим, пишу иногда статьи, ну, совсем для чайников, что это такое. Вот, кстати, 5 июня у нас выйдет прошурка интересная по инвестициям за второй квартал с одним деловым изданием. Я, может быть, делаю скан, ПДФ, кому интересно, тоже вышли почитать. Там 12 статей о разных вещах, которые были интересны, процессах, событиях, которые были интересны последние 3 месяца, то есть последний квартал. Так что советую вам, если вы не понимаете, что происходит на рынке, просто не надо лезть. Наблюдайте, закройте свои позиции, уменьшите их по максимуму, или сократите, или залокируйте, в конце концов. Наверное, многие знают, что такое лог. И туда, и сюда встаньте. Пока вы не будете понимать, что происходит. По крайней мере, лог – это лучше, чем стоп-лосс. Ну, чисто психологически. Хотя у меня есть хорошая, любимая моя фраза. Может быть, я и не первый, кто это сказал. В лог легко войти, а вот выйти из лог – это уже проблема. Потому что в лог вы входите один раз, когда локируете позицию. Ну, кто не знает, просто вбейте в гугли. А вот выходить из лога придется уже двумя позициями. То есть, входя в лог, вы приняли одно решение. Выходя из лога, вам придется принимать два решения. Закрыть правую ногу и закрыть левую ногу. Закрыть одну часть лога и закрыть вторую часть. Вот это уже два разных решения. Это сделать намного сложнее. Так что лог – это только такое в моменте спасения вас от продолжения, от роста вашей, убытка на вашей позиции. Ой, что происходит в вашей позиции. Ну, в любом случае, это лучше, чем увеличивать позицию. Это лучше, чем входить против рынка. Просто сделайте паузу, скушайте сникерс, как в той рекламе говорится, отойдите, или закройте, или залокируйте, или не входите. Посмотрите, что будет происходить. Пускай он сходит туда-сюда, какие-то максимумы нарисует. И только потом скажите себе, окей, вот уже что-то вырисовали, что-то получилось, можно стоп-лоссы ставить, уже какие-то уровни появились. Вот здесь, например, что делать? Вот что, какие уровни ставить? Вот он. Были, я открою. Те, кто шортил евро, я вместе с вами, я вместе с вами в том смысле, что не понимаю, почему такой бурный рост. Я сегодня даже был в Admiral Market, заходил по делам. Очень многие даже там говорили, что, слушай, что происходит с евро. Я захожу на какие-то вебинары, тоже все об этом пишут. Ну, то есть, да, это непонимание рынка. То есть, не значит, что рынок неправ. И даже это не значит, что он иррационален. Просто я не понимаю, вы не понимаете, выйдем. Я понимал, кстати, где-то вот досюда, я понимал. Пока драги не начал нести, а это вот здесь уже произошло, пока драги не начал, да, не разобедил нас в обратном, мне почему-то казалось, что да, по евро больше шансов. Откройте вебинары предыдущие, и вы увидите, что действительно был абсолютно настроен на то, что по евро есть интрига. Вот сейчас ее уже давно нет, месяц-два, не знаю сколько, месяц, да. Поэтому выходим, ждем, смотрим, что тут вырисуется. Вот эта свеча очень серьезная, такая серьезная претензия на рост. Посмотрим, чем она закончится. 13.95 уже. Я сегодня открывал, было 13.00. 13.95, да, круто. Кстати, S&P сегодня ушел на двухнедельный минимум. Я вот сейчас, ну, у меня на левом экране нефть и S&P. Только что я две сделки по нефти сделал, ну, буквально за час-два до вебинара. Могу потом показать. И по S&P я вижу, что вот мы в течение этих сорока минут, пока разговаривали с вами на вебинаре, новый минимум дневной показали, и недневной, и двухнедельный. Так что, вот, да, интересно. Может быть, это тоже подталкивает евро на рост. Слабеет и фондовый рынок США, и доллар скидывают. Посмотрим, чем это все закончится. Мой призыв, мой месседж вам не трогать, пока ничего не трогать, смотреть, что будет. Скорее, по фондовому рынку можно кучу идей сделать, да, с коррекцией, с шортами, с чем угодно, чем лезть по евро. То есть по фондовому рынку могут быть вполне логичные идеи, а вот по евро я не вижу логики. Но это не значит, что рынок неправ. Вот, вот, я резюмирую свой месседж, это не значит, что рынок неправ. Так не бывает, просто по определению. Так, окей, у нас много других инструментов. Давайте еще куда-нибудь зайдем. Сейчас. S&P, да, вот о чем я говорил, новый минимум за несколько дней, за неделю и даже вторая. Может, мы еще вот эти минимумы пробьем, тогда вообще будет прекрасно. Двинемся на 2,400. Там, наверное, я бы осторожненько так прикупался, смотрел, что уровень такой серьезный. Два раза мы его пытались, три раза мы пытались его пробить, но четвертый пробили, коррекция, оттолкнулись, ушли. Кстати, я заметил такую вещь, если вы очень сильно сократите график S&P, то вы увидите, что уровни он отрабатывает очень хорошо. То есть он почти всегда возвращается к уровню. Вот пробил он какой-то уровень, не смог, со второго раза пробил, потом он так или иначе возвращается. Или близко к этим уровням, или даже... Сейчас тут скайп пишет. Или даже еще ниже. Вот здесь так было, пробили, вернулись. Вот здесь так было, пробили, вернулись. Тут Трамп испортил, то есть до выборов Трампа нервы были, испортилось. То есть много раз S&P на пути своего роста возвращается все-таки уровень. Как говорят, слоны возвращаются по той же тропинке, по которой идут. То есть куда-то они бегут и возвращаются они по той же тропинке. Это из какой-то книги по трейдингу. Никто не напомнит, что это была за книга. Это то ли Эрик Найман, то ли Виктор Нидерхофер. Да, по-моему, это Виктор Нидерхофер «Университеты биржевого спекулянта». Одна из моих любимых книг, всем рекомендую. Давайте я в чате напишу, я уже его. Рекомендовал. «Университеты биржевого спекулянта». А, я пишу латиницей. «Университеты биржевого спекулянта». Ай, опять получилось. Ну ладно, сейчас сотру. Вот. Можно даже кто-то читал, потому что полгода назад я рекомендовал эту книгу. Виктор Нидерхофер. И кто-то даже нашел в интернете ссылку на скачивание в PDF-формате. Так что S&P в прошлом, в истории имел именно такой характер движения. Кстати, вот Bloomberg сейчас показывает, что акции падают на том, что Сенат отложил, 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 голосование по здравоохранению вопросу. Да, там реформа, Трамп, Шмам, вот это все. Возможно, это небольшие нервы. Вот начались первые политические наши разногласия. Или даже это нормальный демократический процесс. Мы не будем говорить в каких странах, но в большинстве стран, где мы живем, кроме Прибалтики, от такого процесса, наверное, нет. Где одни хотят это, другие то. Голосование идет, активные споры. Даже есть такая фраза «Дума не место для дискуссий». Но мы не будем говорить, кто автор. Так вот, вот уже пошли первые, назовем это, первые споры, первые разногласия, допустим, администрации президента и Сената Конгресса. Это нормальный процесс, и рынок нормально на это реагирует небольшой коррекцией. Главное, чтобы этого не было с ФРС. Главное, чтобы, не дай бог, политика, позиция Трампа, президента не противоречила позиции ФРС. Вот тогда будет уже посерьезнее коррекция. Тогда, ого-го, радуй не пожелаешь. Окей, давайте еще пару инструментов разберем. У нас, потому что фундаментальный анализ называется, да, вебинар. Мы тут не будем в графике тыкаться, уровни рисовать так много, так часто. Мы должны говорить о процессах, о тенденциях, о слухах, о том, что ведет к тому или иному росту или падению. Просто должны понимать, что происходит. На мой взгляд, это очень важно. Именно понимать, что происходит, а не тыкать в графике, вылавливая уровни. Вот, кстати, спрашивали про фунт до этого. Я говорю, что хорошие уровни 1,25-1,26 для покупок. Вот действительно уже почти 1,28. Отлично. Фунт тоже растет. Слабость доллара влияет и на фунт. И вот это падение, скорее всего, оно связано и с политическими вопросами, вы знаете, там, голосование, все такое, и еще с тем, что инфляция немного успокоилась. Там, в район двух даже может обратно упасть. Но все же, если инфляция уже начала поднимать голову, скорее всего, она будет продолжать это делать. Следим за фунтом. Я по фунту все-таки бык. Если не будет форс-мажоров, не ругайте потом меня, если там в парламенте опять кто-то чего-то не наберет, какие-то партии не договорятся. Это, опять же, нормальный процесс. Фунт на это может отреагировать, так же, как и на Брэкзит. Но вот при прочих равных, при нормальной политической ситуации я все-таки бык по фунту. Так, золото. Реагирует пока вяло на все это. То есть фондовый рынок падает, новый лоб. Просто буквально летим вниз. Давайте посмотрим, сколько процентов у нас по фондовому рынку падения на Финвизе. СНП 0.57, да, немного. Насдак 1.2, вот это уже серьезно. А 0.57, полпроцента, это немного. Да, я что-то упустил. Тут пишет, что Антонина Варакина пишет, что я ФИБО строила по недельному. Нет, выше. Поверно пробит по ФИБО уровень 23 дойдет до 38, а это 1.17. То есть вы считаете, что снизу вверх мы пробили первую остановочку, да, Антонина, 23%, 23.6. И дальше смотрим на 38,2, а это уже 1.17. И Вячеслав пишет пока про 1.14, но, как я и говорил, там линия проходит на 1.14, может быть, это первая остановочка. По недельному говорит Антонина, что строила, да, недельному все-таки сильнее. И Вячеслав ему отвечает, что 1.17 очень высоко. Но 1.17 уже было, да, высоко, согласен, но 1.17 уже было. Ну, не то, чтобы прям недавно, но это было... А, нет, 2 года назад было 1.17, ребята, да, 2 года назад было 1.17. Вот уже сколько времени этот евро пьет кровь. Не к паритету не уйдет, хотя очень мало оставалось до паритета. И вот сейчас разворачивается. Ну, что делать, окей. Давайте я так. Я немножко подожду и тоже буду медведем. Но не сейчас. Я немножко все-таки подожду. Теперь Алекс выразает несогласие. Фондовые индексы закрылись минусы, а денежный поток идет в евро. Как такое возможно? Да нет, все возможно, Алекс. Корреляции между сбросом индексов и акций и доллара такой прямой нет. Нет такого прям потока, что если уходят с акций, уходят в доллары. Есть между бондами и фондовым рынком. Да, вы скажете, что бонды покупаются на доллары, все равно придется покупать доллары. Может быть, да, косвенно, да. Но вот есть такое понимание, что на рынке или облигаций, или акций у крупняка, у такого big, как их называют, да, smart money, крупных там пенсионных фондов, крупных игроков, для которых 5 годовых, это просто очень классно. А, вы про Европу говорите. Так вот, у них есть понимание, или мы сидим в облигациях с хорошей доходностью и надежностью, или уходим в рискованные акции ради высоких прибыли. Такой процесс наблюдался после Трампа. Все скинули облигации, думали, смысл держать эти облигации, если сейчас Трамп начнет вкачивать долги, если Трамп начнет сейчас инфраструктурную реформу проводить, Америка снова будет уходить в долг, ставки будут расти. Да, ну, мы сейчас выкинем эти облигации дешево, потом купим еще дешевле, выкинем эти облигации по какой-то текущей цене, потом купим еще дешевле, потому что ставки будут расти, цены падать. А этот процесс как раз и повлиял на рост фондовых рынков. Когда все говорили, как так, рынки боялись Трампа, и вот после избрания Трампа все пошли покупать акции, я им объяснял, что здесь процесс скорее чистит технический, притоки капитала в кэшфлоу, перитоки капитала, точнее, не притоки, перитоки из облигаций, он за 25 лет впервые провалился на 4%. Видите, за 25 лет впервые такое сильное было падение. Или месяцем. В общем, за очень долгий срок, нет, лет не два, за очень долгий срок. Впервые вот так сделал просадку такую, потому что этот капитал, ушедший с облигаций, он не может висеть в воздухе, он не может никуда уйти, нет, он может, конечно, куда ему уйти. В недвижимость, там, 3 копейки, да, в какие-то там фьючерсы и опционы, это рисково для крупных хедж-фондов. Вот он ушел на старушку, матушку, фондовый рынок, на индексы, на надежные акции, и они взлетели. Так что с этой точки зрения все логично. Сейчас мы не знаем, какие процессы на рынке, так что я бы держался в стороне, а по фондам рынка, да, давно нагревает коррекция, и я часто об этом говорил, что уже можно готовиться к коррекции. Ну вот, сейчас ли не сейчас, это другой вопрос. Так, окей, что у нас еще есть? Что у нас еще есть? Да, пишут, что на NQ100 наконец-то кто-то индексами торгует, а то в Адмирале не так много людей, которые торгуют чем-то кроме евро и валютами основными. Давайте действительно посмотрим на Белли сначала. Я пока не вижу здесь ничего. И перейдем на часовой, наверное. Вы на каком графике видели? Вот Олег Ивасов пишет, или Ивасов, извиняюсь, если я говорю неправильно. На каком вы графике видели голову и плечи? Я бы хотел знать. Наверное, на 4-часовом лучше будет видно. На 4-часовом... Ну, наверное, вы хотите сказать, что вот это у нас шея. Да, вот она вот так вот проходит. Да, как-то так. Плечо, голова, несколько плеч, так бывает. И мы сейчас... Сейчас я подвину немножко график. И мы сейчас в районе шеи, да, снова. Я надеюсь, вы именно этот имели в виду... Нет, не пишет Олег. Я надеюсь, вы именно этот имели в виду уровень, сигнал. Даже немножечко его подвинем вот так. Вот, где-то так. Да, кстати, да, вырисовывается. Может быть, где-то даже есть внутри этой головы и плечи еще одна голова и плечо. Но тогда одно плечо получается, не две. Пока что вот так. Плечо, голова, плечо. Да, шея кривая. Знаю, многие видят и спрашивают, как может так быть. Да, Олег пишет, что на дневном. Давайте уйдем на дневной. Ну, наверное, это как раз то же, что я вижу на 4-часовом, только более вот таком широком. Да, наверное, это то же самое. Да, Олег, вы про это плечо говорите, которое я вижу. Да, вот второе плечо. Просто здесь оно не разделено на несколько плечей, а уже выглядит как действительно одно плечо, такое широкое. Да, мы приближаемся. Но вы же все знаете правила работы на головы и плечах. Сигналом считается только пробой линии шеи. Никаких вот сейчас, сейчас уйдет низ, все, после плеча можно продавать, никаких. Только пробой вот этой линии на уровне 5600, может быть, где-то вот так. А еще лучше предыдущих минимумов, что это за уровни? Это лоу, 5600, 5600, да, вот где-то в этом районе. Серьезный, уже сформировавшийся закрытие свечи, дневной свечи ниже этого уровня. Скорее всего, вот именно так нужно заходить в голову и плечи, а нигде иначе. Да, на плече, кто продавал, продавал дороже. Но, вы знаете, все может быть, можем развернуться, все что угодно. Так что ждем именно пробоя вот этой шеи. И мне кажется, это серьезный будет сигнал. Во-первых, это дейлии. Во-вторых, смотрите, целый год пронарывалась фигура. Немножко судим. Целый год пронарывалась фигура. Красиво так трогали. Раз, два, три, были, четыре, пять пробили, шесть дали коснуться, семь, восемь. И вот сейчас девятое, возможно, касание. Возможно, и нет. Посмотрим, что будет. Так что да, согласен, хорошая войсовывается фигура. Ну, вы знаете, что MQ100, это вам не Dow Jones. Если он падает, то уже, так сказать, серьезно. Если там что-то формируется, то это на сотни пунктов. Поэтому будьте осторожны. Ну, вилатильность, может быть, высокой. Это просто нужно понимать. Сам инструмент, характер торговли такой. Что еще я хотел вам показать? Ну, по газу у меня были сделки, путы проданы. Сейчас я не буду. Кстати, мой счет. Мой счет. Я люблю его показывать. Вот у нас почти 140 тысяч. Вот текущий я вам покажу. Value. Account Value. Почти только что было 140 с чем-то. Вот мои позиции. Уже шарта по нефти нет. Закрылись эти опционы. Я из них вышел. Другие конструкции построил. Вот Crude Light. Августовский, сентябрьский. Даже ноябрьский есть. Natural Gas. Июльский, августовский есть. Уит, пшеница. Наконец-то я все-таки зашел в пшеницу бычьим сигналом. Все пока хорошо. Ну, и я продавал по Apple. Были контракты Alibaba. Baba тикер. Вот этот бразильский фонд. Herbalife. JC Penney. Ну, почти облигация. Я поставил, что он не обанкротится до ноября. И пока все нормально. Сегодня, кстати, лидер моего подкрыли по росту. И что у нас? И Россия. Ройной перевернутый. Фонд, который играет на понижение российского рынка. И, наконец-то, я дождался. Русь, я могу показать. Вот этот РУС, он растет от падения российского рынка. Так как нефть, наконец, развернулась. Вот видите, РУС тоже от своих минимальных уровней, на которых он долго бежался, наконец-то пошел вверх. Что меня, собственно, не может радовать. Окей. Наверное, если есть вопросы, лучше уже задавать. У нас времени остается мало. Обо всем. А, я не переключил. Сейчас свой счет пока не видели. Вот он мой счет. Дальше должно быть видно. 139,952. Все, кто давно следит за моей торговлей, знают, сколько там было. В прошлом году намного меньше было. Начинал я вебинар, по-моему, в 88, где-то так. Полгода назад, осенью точно было, что-то, 88,90. В мае было 119. Вот сейчас почти 140. Даже 141 было в моменте. Вот позиции, я уже о них только что говорил. Вот он, нефть, газ, CL, NatGas, Tesla. Вот все, что здесь видите. Что я могу сказать? Ну, я немножко другими инструментами торгую. Это уж, извините, как бы уровень, да, как это сказать, линейного угадывания направления. Уровень угадайки, где нужно точно знать, куда пойдет. Вот я уже прошел, я уже ушел в другие инструменты, собственно, никому ничего не пытаюсь доказать, ничего не рекламирую. Просто вот так получилось, немножко эволюционировало, и теперь у меня есть возможность через сложные стратегии торговать так, чтобы не сильно терять при движениях против меня, когда рынок идет, и, конечно же, не сильно зарабатывать, когда я угадываю рынок. У меня нет ни одной сделки, вот на этом счету 139 или 140, нет ни одной сделки, которая бы мне принесла, допустим, 10 тысяч, 20 тысяч, такого просто нет. По 3, по 2, по 600, по 900, в среднем я даже думаю 1200, 1100, вот где-то вот так, средняя сделка. Андрей спрашивает, когда будет вебинар по стратегиям? Да, у меня есть хорошая новость для вас. 6 июля, ну, объявления пока не было, скорее всего, оно скоро будет. 6 июля у нас вебинар по стратегии, стратегия парного трейдинга, а это даже не вебинар, это, как сказать, это предисловие курсу. У меня будет для клиентов Admiral Markets виртуальный курс, то есть онлайн-курс, почему это хорошо, да, потому что вы из... Нет, записи не будет, вот в том-то и дело, никакой записи не будет, мы не хотим инфлировать, так сказать, ценность этого курса, мы не хотим, чтобы курс валялся в интернете и всегда его могли смотреть и так далее. Я не хочу, лично это моя позиция, адмирал меня поддержал в этом, ну, в том смысле, что мы не стали отказывать. Пока его не будет, так скажем. Я хочу провести хороший, живой курс, бесплатный, ничего мы не будем продавать, скорее всего, это будет абсолютно бесплатно. Может быть, там что-то будет, открой счет, что-то такое, просто открой, я не знаю, ну, в общем-то, пока. Да, и я точно скажу, точно денег с вас брать за это не будет. Вот, это будет курс, но 6 июля у нас не курс, а вебинар. Я объясню, что будет за курс, о чем мы будем говорить. Эта стратегия называется парный трейдинг, почти арбитраж. В Ньюге, кто сейчас из Латвии, может быть, были на моем вебинаре и на курсе. Мы провели два дня, надеюсь, вам понравилось, два рабочих дня, работали, дискуссировали, обсуждали, рассказывали по парному трейдингу, по трейдингу, так называемый. Вот о нем мы будем говорить. Курс сам будет в Лиле, а 6 числа будет его, ну, как предисловие к нему, буквально вот такой же вебинар, 45-минутный, часовой, где я расскажу, что будет на курсе, когда он будет, как записаться, и расскажу, что такое парный трейдинг. Может, кому-то неинтересно, да, зачем ему записываться на курс. Я расскажу, что такое парный трейдинг, чтобы вы знали, с чем едят, и уже понимали, записываться, регистрироваться или нет. Так что, вот, всех жду 6 июля на вебинаре, где я сделаю объявление, и, скорее всего, участникам этого вебинара будут высланы ссылки для записи регистрации на курс. Ну, а дальше уже запишитесь на курс и посетите его онлайн. Курс будет, скорее всего, 3 дня, по 2 часа, наверное, да, по 2 часа, меньше просто смысла нет, по 2 часа, 3 дня будем обсуждать, работать. Благо, у меня материал уже собран, в Риге мы это делали, обсуждали, говорили, все наработки, все есть, целый курс пройден, по 2,5 часа там где-то, ну, по регламенту 2 было, а так сидели по 2,5 часа, с ума на 5 часов мы наработали уже. У меня, наверное, все, я всем желаю хорошего вечера, я всем спасибо, Алекс, за пожелания в чате, я всем желаю профитов, не спешите, рынки будут всегда, рынки никуда не убегут, депозит у нас не безграничный, да, если мы потеряем, потом долго будем работать и покрывать, так что никуда не спешите, относитесь ко всему этому как к шоу, как к театру, разделите свои позиции еще на 2, если вы и так торгуете небольшими объемами, на 10 разделите позицию, кто торгует 0,1, торгуйте 0,0,1, не пытайтесь рынка сорвать сразу все, вот я так делал, 2 раза просадил депозит, и потом стал к процессу относиться так более уже творчески, медленно стал расти, эволюционировать, и вот сейчас я даже не помню, когда я последний раз, вот не поверите, когда я последний раз нервничал по поводу рынка, то есть что такое нервничать, рынок идет против тебя, и твоя позиция давит, то, что он идет против тебя, это нормально, мы не ясновидящие, мы не знаем, когда рынок развернется, чтобы покупать там на самом пике или продавать, да, но это означает, что вы нервничаете, если, точнее, это означает, что позиция давит на вас, раз вы нервничаете, вот я не помню, я помню, это был 13-й год, золото рухнуло впервые за 30 лет, золото показало обвал, которого не было 30 лет, вот тогда я ходил по комнате, думал, как быть, позиции большие, или надо сокращать, или еще что-то, вот Антонина тоже уже не нервничает, это прекрасно, что она тоже достигла такого дзен уровня, я, кстати, в прямом смысле, это такая эволюция трейдинга, так что я вам желаю не нервничать по поводу рынка, относиться к этому с юмором, но главное, позиции сокращайте, и тогда она не будет на вас давить, вот и все, и риск-менеджмент соблюдайте, стопы там, все как надо. Все, хорошего вечера, увидимся в этот четверг, у нас будут энергоресурсы, хеджинг, как хеджируются, с чем все это едят, почему, кстати, я люблю рынок нефти, ну, во-первых, я в семье ученого-нефтяника вырос, а во-вторых, это просто, наверное, самый вменяемый рынок, вот поймите, евро идет против рынка, это иногда странно, это может длиться долго, да, все-таки валютный рынок, большие потоки не в ту сторону, а нефть, на мой взгляд, не так часто вот делает такие странные вещи, только если там опек или еще что-то, да, мне кажется, нефть как раз это такой комодити, который, хоть и есть фраза прогнозировать цены на нефть неблагодарное дело, но как раз на фоне евро это самый более-менее вменяемый комодити-актив. Жду вас на вебинаре в четверг и 6-го числа тематический вебинар «Парный трейдинг и маркет нейтральной стратегии». Всем пока, всем до свидания, спасибо, удачных вам дней и профитов. Субтитры создавал DimaTorzok